Так, прошло меньше секунды с момента записи последнего видео, и мы, напоминаю, вам даем мат пешкой G. Да. Пешкой H мы уже дали мат, пешка G. Кирилл, ну белыми будем повторять ту же самую процедуру. Начиная с пешки A, это уже будет повтор, никому не интересно. Да, это будет никому не интересно. Ну, просто будем там, ну, то же самое. То есть попадет, вот сейчас у нас не получится дать, мы опять будем пешкой G. Ну, понятно. Это знаешь, как в дурака там играл хоть раз в жизни в карты? А кто-нибудь, есть человек, который не играл никогда. Вот, и там же как, сначала в шестерке вешаешь погоны, потом в семерке. Ну, да, 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 в идеале. Я был доволен, когда я просто выиграл. Так, ну, кстати, вот то, что он ушел в короткую, это обнадеживает. В каком месте? Вот, пешки идут туда. Ну, что хочет быть F6 и поменять вот тут пешку? На F6 G6. Ну, что делать? Да у нас уже, опять, не очень хорошая позиция, но, конечно, не особо плохая. Самое главное, что вот это наша крошка жива. Да, только она жива на присмерти, вообще-то, потому что сейчас там идет игра на королевском фланге, как бы. Так, а почему не Солнце 5? Ну, а что это давало? Ну, не знаю. Мы нападаем на мат, понятно, что мы не хотим его ставить, но я не думаю, что они проигноривают его вот этого мат. Мне кажется, он вполне может проигнорировать. Никит, нужно, чтобы пешки эти были связаны. Да не обязательно. Я думаю, что реальный вариант подогнать опять Френдшпиль. Ну, вот про то, что смотрю, вот здесь... Хороль на F7, ферзан F4. Но матруем ходом G6. А у них спорник как голова Хороль. Можно, можно, попытался. Ушли в 2, может, Кинджейнс там. Там заправдывает позиция, рассуждать о Френдшпиле с личным ферзем. Солнце 5. Солнце 5. Солнце 5. Ну, хочется вот туда поставить, это идеальный точка. Ничего не идеальный. Ладно, солнце 5. И на, вот, короче, на слоне 3 мы... Солнце 3 не будет, пусть там был бы ладуга. Пусть он не 3 просто. Вот что это мне подсказал, что... Ладно, отдадим на Е6, да, не страшно. Да, конечно. Солнце очень хорошо для того, чтобы матовать слонами. Да, вот эти... Чуть не шерстал. А пешкой как-то... Так. Хотя, давайте отдать мат. Уже у нас пешка под напряжением. Понятно, что не будет жертвовать? Уже чуть неприятно. Надо разменять, какого-нибудь из этих двух парней, и поставить эту пешку на цвет этого парня. Надо по старому принципу делать. Просесть по времени, а не выиграть пешку на Эншбюн. Окей. Заметьте, нет никаких ударов. Но главное... Да, ну в общем-то в этой позиции хороша тем, что у нас... Девограды будут сейчас идея надвигать пешки, следовательно, что она не сможет поменять на Е7. Он может только отдать там фигуру, но это тоже вот... Вот здесь вот зависало. Да, но там на нам шаг был, к сожалению. Мы не могли брать. Так, хочет взять тут. Нам нужно вот эту штуку попытаться вот прям сюда. Да, но её сейчас заберут. Я понимаю. Надо защитить. Ферсив 6, может быть. Неси. Привет. Владей 8. И как это позволит защитить? Ладно, Владей 8, тогда пока пойду. Ну, я это косвенно защищаю. Тоже вариант, в общем. Сейчас он, если он уберил сладу, будет Владя d2 уже. Позиция раскрошится. Ну, единственное, нам, конечно, избегать дать мат случайно. Ну, потому что не так страшно. Так, ну... Владя да. А, что-то не то происходит, уже я вижу. Позицию ещё попробую выиграть в шахматы. А нам надо пешкой дать мат. Ладно, Ферзив 6. Ферзив 8 была неприятная игра. Ну, наверное, сейчас есть, но, конечно, не то. Не так опасно. Я бы пошёл Ферзив 6. Да, наверное, я тоже. Хотя можно после Ферзива поменять, в общем-то. Там на 2 потеряется, но... Ну, ладно, берём на 2. Так, очень мало времени у нас и у него. Ну, то, что у него, это много хуже, чем то, что у нас. Он явно не умеет играть с таким количеством времени. Ну, что делать теперь? Это мат. Да, это мат. Ну, а что делать, не оставлять желудью? Ну, да. В этой партии не удастся. Добавь минуту, я не знаю. И что это даст? Мы не будем брать. Он сыграет Ферзив 1, мы не будем брать Ферзя. Он сдастся сейчас. Плохо. Ладно. Поехали. А мы матуем пешкой Б? Или пешкой Б? Ну, теперь вот этой. Да, то есть мы все рассмотрим с этой стороны. Ну, короче, вот так идём. Давай пойдём ей по этому случаю. Да, ну как надо... А он сейчас просто пойдёт аж 5. Да, не будем так играть. Мы пойдём аж 4. Мы пойдём аж 3, ничего не заменим. Надо играть крайне спокойно, позиционно и быстро. И переводить Веншпиль с лишним материалом. А там можно думать, чтобы подровнять время. Я думаю, так. Надо подводить Веншпиль с лишней фигурой. Это так же, как я играю с Петей обычно. Аж 4. А вот видите, тут такие же переводы устраивают, чтобы дать нам дать не мат. Иногда у него получается. Алло. Да, я здесь. Лич. Это уже неприятно. Да всё нормально. Такая обычная петь. Мелых может получить чуток. Ну, есть идея, король h2. Чё? Вот. Вот, отлично. Да, ладно, не сдаётся хорошо. Быстро решаем на д1. Сейчас надо дать ему ложную надежду, что он атакует. То есть надо задуматься. Секунда на 40. Да, секунда на 30. Не, много секунд на 20, наверное. Никит, на паузу нажму на секунду, пока время идёт. Да, я вернулся. Мы вернулись. Да. F4. За нами даже наблюдают какие-то непонятные типы. Е. Да. Идея белых конь d5 пойти. Возможно, короче, что вот этот кореш сидит на скайпе с этим корешем. Он нажал на движок и... И у нас лишняя фигура, так уж всем абсолютно всё равно, что он там нажал. Ой-ой-ой, упал телефон. Хотя вот ферк же всем такой сильный, скорее всего, первая линия. Ну, в общем-то, он, тем не менее, он льёт воду на нашу мельницу. Меняем фигуры. Потихонечку. Сейчас ферзь ц3 пройдём. Он не сможет не поменять ферзей, потому что иначе там белые пройдут в тело. Да, наша задача перейти вончик. Да, опять надо просесть по времени чуть-чуть, да? Да. Только, вот я не уточнил, мы не можем же превращать ферзя, да, эту пешку? Мы должны дать мат именно пешкой. Да, мы должны дать мат именно пешкой. Понятно, значит, надо превращать другую и загонять ферзя под неё. Да, всё верно. Он нам помогает зачем-то? Ну, вряд ли вот этот... Ну, а, кстати, может быть, это первая линия компьютера. Поменять всё нахер. Моя разница, первая, наверное, последняя. Поверь мне, тут я уже с другим компьютером справлюсь. А, там, Никита. В порядке. На 7 отъели. Никита, опять просесть. Нужно просесть. Вот она, наша красавица. А, да, вот сейчас мы должны испугаться, что тут крепость. Да? Это поможет ему порубить нам флаг. Да, наверное, испугаемся, сейчас начнёт думать. А ты хоть раз в классику делал крепость? Ну, конечно. Прямо непробивную вообще. Да, у меня была ладья-пешка-ж против ферзя. Пешка-ножу-2. И ладья ходила по этим полям, это же крепость. По определению. Ну, у меня были крепости с этими самыми напишенными цепями, если ты это имеешь в виду, тоже много раз. Крепость интересно строить, согласен? Угу. Ну, списочек. Чё, потому что нам нужно думать, Никита, нужно думать. Да думаю я, но в итоге мы можем не успеть загнать его под эту пешку. Это довольно муторная работа. Всё, нужно как-то прорываться путём G4. Прорываться не проблема тут. Прорываться не проблема, а потом будет загнать его. Ещё нужно оставить его надежду, ты не забывай. Да, сначала H5 крутится, слишком жёсткий ход. Но ещё и времени немного добавим. Ну, вот видишь, он воодушевился. Нет, просто он такой же логер, как и мы. Вот, на F5 отвалилась. Отлично. Так, вот эта пешка вне опасности, то есть об этом уже можно не беспокоиться. Только нам сейчас надо будет съесть всё это. Какой ужас. Тогда надо ускоряться, уже не до его этих сдач. Да, нет, но этот, наверное, будет играть до последнего. Представь себе, какой мат, с какого поля она даёт мат, думай. С поля боя до 7, а с какого поля мы ещё можем дать мат? Это B6, например. Козёл. Поехали дальше. Да, но чувствую, так нам выглядит нелегко. Мы не будем играть, он сдаётся. Это другой. Это он же. Нет. Мы играли с рассолом уже. Да, но это было бы на одну парте до этого. Он мутный чувак. Ты испорченный. Я думал, что это какой-то покол. Ага. Вот ты. Так, Е3, ладно. Е3. Этим воём нет 2000. На планете становится. Какой ужас. Так, это пешка, ну. Ты сейчас бадёшься 4. Может, подцепить в вариантах, мне понравится. Как бы его отвлечь от этой идеи. Может, сами пойдём в С4? Давай в D3 пойдём. После D3 он к тому же в С4. Ну, к тому же... Что? К тому же после С4 он ничего не меняет. Мы уже просто бьём, потом бьём фигуры второй раз. Так, ну... Ж4 это... По-моему, уже убил большой перевяз. Чуть-чуть лучше. Компьютер вообще может показать, что учё вы на счёт лучше. Вот как на теперь играть? Атака никогда не идёт, наверное, на фланге. Потому что мы должны для этого отдавать эту пешку. Ах, надо бы он нам сдал на F7, это уже хлеб. Хлеб. Ну, наверное, не будет идти с С4. Да, конечно, не будет. Да, к тому же ты особо ничего не даст в плане умерщвления нашей пешки B. Да, ну, опять по времени у нас получше. Да, ну, ещё у нас пока ещё не настолько тема хорошо, чтобы он думал о сдаче. И вообще у него есть контр-иград. Ну, что, как играть? Е4, что ли? Этого сна вырубают вообще полностью. Зато для коня поляется 4. Давай Е4, пойду. Мне кажется, что D4 практически неизбежно теперь. Да, ему коня ставим на хорошее поле, но он сейчас начинает ковырять нашего короля. Теперь у нас просто два урода слона. Чего я сейчас на С1 встанет очень сильно не будет, на самом деле. А вот это, конечно, и рано. Нет, мы можем увеличить количество его полей. Пойти на F2, да? У него ещё поле F1 появится. Нет, я ещё хотел прожить за А4. А4? Это помогает увеличить количество полейного слона? Да. Как? На А3 клетка. Что? Ну, вместо... Когда наша пешка стояла... Ты про что говоришь, я говорю про этого. Я тоже. Конь неприятный. Потом пояснишь. Конь, да не страшно, пусть стоит. Так-то ничего не делает. У него на минуту боль. Ну, кстати, время мы можем и сами всегда прибавить. Вот, например, сейчас. И что это даст? Ну, он будет... А сейчас, с другой стороны, он сейчас будет быстрее играть. Давай, добавим. Вообще непонятно как. Почему нам никто времени добавляет, Никита? Шахматной планете. Все хотят победить... Любой ценой. Так, ладно. Что здесь? Д6. Фанди-6. Фанди-6 играет. Мне кажется, наш парень был сильнее. На С4. Ну, Е5, наверное, надо, Никит. Да, Е5 мы поле Д5 отдаем. Понятно, что Е5 выглядит очень натурально и сильно. Но... Блин, как он сдувался, ничего про это сделать не мог, что-то не смешно. Все отрезал. Да, тут, наверное, громадный перерез, конечно, наверное. Пешка и бромат. Нужно подменяться срочно. Ты видишь хоть один способ? Нет. Хочет пешку съесть. Там у нас слон скроется. Ладно, так, пока пойду. Хочет пешку у нас опять съесть, когда он здесь съест. Радует, что у нас пешка боя вне опасности. А не радует, потому что нам надо каким-то чудом дать ей мат. А для этого она должна пройти через поле Д5, которая бита. Нет, Игорь, наш единственный шанс это Сейтнот. Наш? Да. Наш Сейтнот это наш шанс. Я имею в виду то, что нужно... Ты меня понял, все поменяется там, как обычно. Да, я понял. Диаф 8. Вот мы уже поменяли, по-моему. Ну, Ферзей-то еще не поменяли. Времени маловато, но мне не кажется, что он будет здесь сдаваться. Я надеюсь. Можно вообще Е5 пойти, вообще без взвешенными угрозами. Ковыряет нас. Что делать? Ферзи 3. Ферзи 3. Пешку возьмет. А, просто Е5 нельзя. Значит, 3, хорошо. Ферзи 3. Что я делаю? А что надо делать? Уже тут висит теперь, что делать вообще? А, дадим там. Да, по-моему, ты опять ничего не получил. Есть личный шаг. Спасибо, я начало не нужен. Я уж лучше просто выиграю. Давай еще ему время, или не бесполезно? Абсолютно. Да, печально. Ну как, есть шанс? По позиции есть, по времени нет. Давай. Сдался. Ну, время кончилось. Надо было затеребать минуту вот уже тут. Все-таки 12 секунд, да? Если он, если он позарился на эту пешку, я бы его поймал, бы уматывался. Пусть есть. Да. Ну что, продолжаем? Это неудачный соперник. Ну ты, тем не менее, предлагаешь ему еще один вызов. Не, я в другом подогнал. Влад, 48-го года рождения. Пешка же, да. Да, именно она. Ну да. Мне кажется, надо играть такие взрывные схемы, потому что... Почему? Быстрее все меняется. Блин, может быть нам... Да. Вот, короче, вот если поменять все нахер, перейти в Эншпиль, там, перекатать в Эншпиль, выставить ферзя, он же не будет потом играть. Просто заст, согласись. Да. Ну мы должны в какой-то момент... Сами себе выбить интернет. Да, все поменялось. Мы пешку выиграли, как я понимаю. Я на мату играю. На мат пешка же, разве не понятно? Здесь по позиции. Именно одна тут и даст мат. Белых безнадежно, похоже. Значит, я не вижу, как держать все это... Все это прохло. Тут уже 105 выигрывать, видимо. Да, можно сдаться, похоже. Не-не, ну сдаться, рановато. Боже, нет, уже пора. Так, как нам избежать... Избежать выигрыша? Нужно подождать минуту-полторы. Подождать, ты так, ну, как-то подождать, это выглядит неестественно. Может, выбить себе интернет? Для чего? Чтобы он не подумал, что мы специально ждем. Да нет, нужно... Это рубрика очень странная. Вообще. Ничего не говори. А, да нет, Никит, надо ждать. Ну, я жду. Ты хоть понимаешь, какого фото собираюсь делать? Слон-Д3? Нет, я собираюсь играть, какого-нибудь Б4. Зачем? Чтобы съесть этого слова. Ну, я бы Слон-Д3 пошел, стиль, ну, я не знаю, мне кажется, не менее сильно. Ну, Слон-Д3 и Ферзь Д3. В чем твоя идея? Какой Б4? Ферзь Б1. Ну, взял на А2. Кем? Ну, Ферзь А2. Ну, я конем брал. А ты зачем это на А2, когда можем ставиться? Ну, пара. Ну, пара. Да, минута 20. А, 48-го года. Такой человек склонен сдастся. Сдастся, думаешь? Ну, он может сдастся, когда он видит, что его позиция плохая. Человеку, ну, как бы, больше 60 лет. Он может не захотеть играть в плохую позицию. А смотри, у него как прикольно вышел. У него рейтинг почти год его рождения. Да, но сейчас он станет меньше, чем год его рождения. Я здесь еще, Никита, заметил. Чем больше времени, тем лучше у тебя интернет. Ой. Так вот, наоборот. Не знаю. Так вот, он отдает нам. Так, ну ладно. Опять думаем. Но нельзя слишком долго думать. То есть уже на минуту 0,5 надо бить, я думаю. Ну, чтобы в конце выстрелить с почку, да. Понимаешь, нужно как-то оптимально, Никита, подобрать. Ну, ты меня понял. Я понимаю. Звучит хорошо, а как нам где-то брать? Так, ну ладно, конец 1 бьем. Тут, по-моему, вообще без шансов уже, нет? Да. Просто сгонили вообще. Ну, Слон-С3, все, меняем нафиг. Ну, никто же не будет. 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 Да. Добавь ему минуту, вот. Может даться сразу после этого. Ну ладно, рискнем. Потому что иначе он там совсем по времени не просадит, я уже вижу. Ну, все-таки ему много вред, много лет. Да, вот в этом он сейчас сдастся, просто скорее всего. Ну, я не знаю, я не знаю, какой оптимальный выход из этой ситуации. Нет, не сдался. Ну шо? Нельзя так быстро. Надо уже так быстро, иначе сейчас будут проблемы в конце. Стоп, вот, может быть, стоило отрезать... А, вот пора. Пора гнать короля. Слон Е4. Сразу дать мат пешкой, кстати, вариант. Слон Е5, вот, сейчас погоним. Смотри, а он почти... Ой-ой-ой. Он же сейчас клеится, нет? Я уже вижу, как дать мат пешкой, аж, как дать мат пешкой, аж, как дать мат пешкой, я пока не вижу. Да потому что на F4. Слушай, это тонко почувствовал. Билон сейчас сдастся. Нет, не сдал. Как его подпешку же теперь звонить, я не пойму. Я не знаю, ты что-то наиграл не то. Ну, фержи 3, ладя же 3 мат, да? Ладя ДВ8 пока. Есть одна идейка. Ну, расскажи мне. ФЕ, ладя же 3, когда F4, слон C2, уже 5 мат потом. Нужно, понимаешь, мне кажется, нужно как-то побить много раз на F4. Еще минуту. О чем он думает? Еще минуту. Как теперь не дать мат случайно? Не знаю. Ладно, фержи ДВ8, надо двигать быстрее уже. М-да. Шах. Ладно. Берем ладью. Теперь надо заманить его туда. Так, помогай. Как давать мат пешкой? Я не в шахматы умею играть, а не сводить все каким-то матом кривым. Пеха надо его вытащить отсюда, потому что здесь уже пешка точно мат не даст, правильно? А как его вытащить? Сейчас ладью это убрать, потом вторую ладью убрать. О, кстати, вижу одну идею. Ушли. У него не будет сейчас желания, понимаешь? Вот он тебе дает еще. Ушли. О, 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 о. Вот, есть контакт. Слона убери, слона. Я вижу шах. Ж5 это почти мог. Так, поддержание. Вот он, а, еще. А, шпи, нужно припределиться. Когда, когда сюда привезти? Нужно H5 прикрыть. Но он сейчас пойдет фрезером. Мы успеваем или нет? Думаю, что да, главное, что он не сдался. Но он сейчас будет рубить. Все, мат два хода. Да, да, жди, 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 жди. Все. Ижи 5 мат. Здорово. Да, это та еще задача. Слушай, слушай, 26 минут мы на нее убили. Там просто какое-то шахматное извращение. Всего 41 ход заняло это. Хотя мы могли дать мат где-то вот тут, я думаю. Не, ну, поздравляю, Ингит. Да. Дальше у нас что? Может, 6 разных матов дали? Да. Два коня, двуна слонами и пешками. А, ш. Самый левый и второй. Теперь остались пешки, которые ближе к центру. И потом еще крайние правые. Да. Всем спасибо за внимание. Да.